Вы у нас являетесь почетным гостем. Здравствуйте, меня зовут Китти Ка. В таком случае, какие языки изучают в индийских школах? Я хочу сказать, если в России есть проблема с преподавателями стран языков, я приглашаю их изучать эти языки в Индии. Но в Индии нет снега. У нас в России в школах проводятся олимпиады. Национальная олимпиада, можно назвать ее национальные таланты. Есть олимпиады по изучению космоса. В дальнейшем какие у вас планы? Это город красивый, люди добрые. Я буду здесь еще один раз, может быть. КОНЕЦ Мы находимся сейчас на завершении олимпиады по востоковедению. Вы у нас являетесь почетным гостем. Расскажите, в Индии с какого возраста дети идут в школу? В Индии обычно начинают школу в 6 лет, иногда в 7 лет, по желанию родителей, но начальное образование начинается с 6 лет. Как в России? Школы государственные или только частные есть? В Индии большое количество школ, в принципе, полтора миллиона школ. И из них один миллион – это государственные школы. Какие предметы преподаются в старшей школе? Предметы естественно научного направления, гуманитарного направления и языки преподаются. То есть профориентационные, то есть так же, как и в России, есть профили? В Индии есть на самом деле также профориентационные, профильные предметы. И школьники также могут выбрать, какой профиль им выбрать. Это будут естественно научные, гуманитарные или языки. Но языки они могут выбрать в любом случае, к любому профилю. В таком случае, какие языки изучают в индийских школах? Обычно в школах преподаются английский и хинди, как основные языки. Но также акцент делается на преподавании местных языков. Места, потому что их очень много в Индии. Но также могут выбрать и другие языки. Это по усмотрению правительства. Также могут быть добавлены и другие языки для изучения. А педагоги есть? У нас, например, в России бывает, что хочется изучать детям какой-то язык, испанский, например. Но вот сложно найти педагога. Как в индийских школах с этим? В Индии иностранные языки начинаются с 6 класса. И школьники могут изучать английский, немецкий, испанский, даже русский язык. И я хочу сказать, если в России есть проблема с преподавателями иностранных языков, я приглашаю их изучать эти языки в Индии. А вот с 6 лет, то есть в обычной школе, дети какие предметы изучают? Так же, как в России? Во многом можно сопоставить предметы, которые изучают дети в средней школе с русскими и индийскими школами, потому что дети только еще определяются теми предметами, которые они будут изучать. Но также в Индии существуют определенные советы, ученые советы при школах, которые определяют, какие предметы могут изучаться в этой или иной школе. У нас в России в школах, особенно в старших классах, проводятся олимпиады. Вот как, например, сейчас мы находимся на олимпиаде. В школах Индии проводятся конкурсы по предметам, олимпиады, что-то подобное. Да, олимпиады же слишком много, чтобы я их все вспомнила. Очень много из тех, которых, допустим, я помню в тот момент, когда я училась в школе. Это олимпиада, национальная олимпиада, можно назвать ее национальные таланты. Есть олимпиады по изучению даже космоса, физики, биологии. По каждому предмету есть очень много олимпиад, в которых дети могут принять участие. А вы в школе какие предметы любили, ну и, возможно, участвовали в олимпиадах? Когда я училась в школе, мне особенно нравились предметы физика и изучение космоса. Я мечтала стать космонавтом, и по этим предметам я принимала участие в олимпиадах. В целом, я хочу сказать, что мне вообще нравилось обучение, изучение, мне нравились все предметы, но эти именно особенно нравились. А как вы вообще решились, захотели выучить русский язык? Самой большой мотивацией для меня было желание изучить русский язык для того, чтобы читать богатейшую русскую литературу. А где вы получали высшее образование? Я получала образование в Индии, в колледже Ольсона, и в 2016 году. В дальнейшем какие у вас планы? Есть ли там связь с Россией? У меня сейчас есть мечта. Это выучить язык на таком же уровне, как вы сейчас говорите, и чтобы однажды я дала вам интервью на русском языке. Сейчас, насколько богат ваш словарь, ну, русскими словами, ну, и до скольки считать умеете на русском языке? Здравствуйте, меня зовут Китик Ка. Я учусь русский язык в Амгаву. Я так рада видеть вас. И это город красивый, люди как добрые. Я очень рада, что я здесь. И я буду здесь еще один раз, может быть. Потому что какой красивый город. Снег не испугал? Снег я заплю. Но в Индии нет снега. У Индии есть снег, но... Мало? Мало, нет, но у Индии горе есть снег. Так плит нет. Браво! Супер! Бу-бу-пар! Малоо, нет. Браво! Субтитры создавал DimaTorzok